Вы, наверное, приехали с севера, правильно? Да, да, да. Здесь у нас не юг, запад. Сейчас лето удалось, и поэтому здесь в шапке неуместные, в куртке тоже надо ходить в шортах, в панаме. Не уходите, что подскажете мне? Я просто много чего забыл. Все, поехали? Всем привет, друзья! Мы приехали с севера. Так вот, не надо одеваться, надо вот как бы панамка. Лето удалось? Как вы там говорили сейчас? Лето удалось? Лето в этом году великолепное. Лето в этом году великолепное. И что-то еще, да, в конце говорили? Калининградская область и бывший Кёнигсберг, это вообще столица Пруссии. Калининград, это как бы бывший Кёнигсберг, это столица Пруссии. И надо начать, это начало выпуска, надо что-нибудь сказать, типа, поехали. Приезжайте. Приезжайте. Лето, как у вас, кайф? Нормально. Да все красиво, мы здесь просто по работе. Ты что такой, Те? Мне холодно просто очень. А что замерзли? Я не знаю, холодно же. Блин, это печально. Выпить надо, выпить может надо. Да, может, не помешало бы. Ты выпил сегодня? Пока честно. Да нет. Не, ну честно надо интервью. Ну да, пару литров. Хули нет, когда да. Как ты быстро сдался. А что нет, когда да? Нет, ты первый раз точнее сказал. Хули нет, когда да. Конечно. Ребята, вам не холодно, нет? А вы у нас выпускной вели. Да? На выпускной все ставили, что я блевать буду, но я не блевал. Закончилась школа, вы сразу все забыли, все, что было в школе? Мы и не знали. Погонять можешь вас по вопросам? Давай теорему Пифагору брать. Теорему Пифагору? Пифагору? Еще и русский забыл. Что такое дискриминант? Дискриминант, что такое? Ну там типа Д равно. Ну число. Минус час. Р. С. Е. Р. С. Е. Р. С. Е. Видите, учитесь. Здрасте. Здрасте. Как не замерзнуть на пляже? Подскажите, пожалуйста. Отлично. Вот вариант самотвора. Какой-то секрет есть? Как классно отдохнуть на пляже? Классно, это там, где никого нет. Р. С. Е. Р. Все, ребят. Как вообще лето проводите? Да, отлично. Вот замерзаем. Вообще отстой. Вот в Москве минус 30 было. Или плюс. Я не помню вообще, но было вот не особо. Чего у тебя произошло за лето классное? Я купила чипсы. Это было вкусно. Мне кажется, слишком мало на ютубе уделяется времени чипсам. Ну вот мне очень нравились лейс такие, которые в упаковке, как Принглс, но с беконом вроде бы, или не с беконом. Ну, короче, классный, с мясом. Арбузный Red Bull. Его тоже нет в Москве. Возможно, все пятиклассницы его раскупили. У нас задача сегодня просто всем сделать хорошо. Просто проекламируем тебя, вот твую самую сильную сторону. Я рисую. Чё рисуешь? Роботов. Попробуем из песка что-нибудь сделать? Я могу еще сыча нарисовать от глаз. У сычей же, ну, большие глаза, а не шсовы. Я так просто маму рисовал в первом классе. Ну, это сыч. Мы на самом деле рисовали сыча. Мам, ты сыч. Закончим интервью официально. Ты свистишь, и мы разбегаемся в разные стороны. А он, мне кажется, не работает. Дебильный свисток, он не работает. Тебя обманули. Можно показать свисток? Мне сказали свистеть на сыч. Может, надо закрыть пальцем? Вот так. Мы тебя научим. О! Теперь ты умеешь дуть. Умею дуть. Ты прям играй, и заодно отвечай на наши вопросы. Настроение отличное, погода отличная, водичка просто супер. Давай. Ты давай, не отвлекайся. На камеру только надо прям... Давай. Главное нормально подать. Да, бля. Нормально. Впереди самое интересное через месяц. Сочи. Гай! Что через месяц? Очим? Сочи. Ну, твой был, ты че ты? Линия. Капец, да? Просто отвлекается. Мы главное говорим, играй давай. Ты неправильно подаешь, ты не умеешь играть? Как говорят у нас во дворе, ничего не жмет, не трет? Здесь, смотрите, биологический возраст не увеличивается, а уменьшается. То есть вам сейчас где-то 18? Ну, мне сейчас 70, ну, где-то 45 я выгляжу. Я легко делаю батерфляючик, делаю подъем-переворот. Я стараюсь немножко рассказать вот это ощущение все эти. Получается так, что тебя не слышат. Это очень сложный такой момент. Тебя не слышат. Вот. Вот и все. Что вы сейчас сказали? А? Что вы сейчас сказали? Я говорю, тебя не слышат. Телеканал Пикап ТВ. Вы, случайно, не госуслуги? Нет. В смысле? Про какие услуги? Ну, так хочется войти просто. Классный подкат. А пюр-код есть? Добрый день, телеканал Навязчивость ТВ. Как у вас дела там? Все хорошо, все отлично, но заходить не надо. Телеканал Комплекс ТВ. Как не стесняться своего тела? Ну, как, как? Легко. А что стесняться-то? Телеканал Комплекс ТВ. Как не стесняться своего тела? Так, раздеваетесь. Меня зовут Руслан. Да мы знаем, знаем. Вы знаете? Конечно, да. А, все, тогда просто тупите на камеру, вы знаете, что нам надо. Столица Монголии. Монголии? Вы неправильно, кстати, пользуетесь полотенцем в курсе. Ну, мы можем еще вот так сделать. А чем вы занимаетесь вообще? Я отдыхаю. Не, я имею в виду по жизни, то есть не сейчас отдыхаю. По жизни, отдыхаю. Вообще не работаешь. Богатый папик? Просто достойный муж. Что, сейчас работает? Нет, дома. Просто одно полотенечко маленькое такое. Сейчас моя смена. Идти. Он сидит ждет. Да, именно так. Проплыла заплыв в Казани на 2 километра. Какой-нибудь подкат, который 100% будет работать со всеми девчонками? Когда я зашла в кафе, села, парень мне сказал, сразу видно, что человек знает, что такое присед. Не понял, да? А потом ты разделась, и он сказал, сразу видно, что вы знаете, что такое заплыв. Да, примерно так. Телеканал Комплекс ТВ, как не стесняться своего тела? Просто мне все равно, но чужое мнение. Вы уверены в себе? Да. Прыгаем в 140 на лошадях. Прикольно. Таких вот страшных лошадей покупаете, потом с ними работаете и продаете за большую сумму. Это бизнес. То есть у меня сейчас лошадь, ее покупали за 20 тысяч, сейчас я могу ее продать за 1400. У нас есть такая рубрика, когда я подходил к девчонке, он говорил, типа, пикап ТВ и подкатывал как-то. И вот что-то вообще ничего не работает. Подскажите, как вам подкатывали? Наверное, просто... Девушка, а вы, случайно, не спортивная лошадь? Не, не, такое точно не было. Как хочется вас перепродать? Не, такое точно не было. Подходит там, делится едой чем-то еще. Едой? Сколько должен зарабатывать ваш мужчина? Миллиона два. Миллиона два. Было бы комфортно. Вообще. Ты такая, чего, это же мало. Тебе просто хватит, чтобы тебя покормили. Лям. Вот честно, между нами, мужиками, вот проходят девчонки, ну, красивые девчонки есть. Ну. Поглядываете такой? Конечно. Ну, конечно. Мы же русские люди. Конечно. Мы же не приезжие. Это только русским людям, кстати, разрешается смотреть. Вон жена моя. Ребята, ну, это не снимайте. Вас не снимать? А вы поглядываете на мужчин накачанных? Конечно. А вообще это, ребята, это не сезон. В декабре будет сезон начинаться. Это мы просто, просто с дома вышли в трусах. Да. Помыться. Воду отключили везде. Воду отключили, да, помыться. У вас с деньгами все нормально? Нет. Сейчас вот в интернете, сейчас, может быть, натыкались, часто на что-то деньги собирают. Все вместе. Можно реально собрать денег, если есть большая аудитория. Ну, да. Давайте мы придумаем специально для вас какую-то искусственную проблему. Помогите, пожалуйста. Кто может, скиньте хотя бы чуть-чуть. Жена пропала. Ищем жену. Нет. Ну, куда она пропадет? Жена, это жена. Это все это. Можно придумать, что вы зрение потеряли. Что вот вы слепой, и тогда вам деньги все скинут. Так я такой и есть. Я такой и есть. Номер карты ваш оставляем здесь, да, чтобы скидывались на зрение вам? Легко, вообще просто. Или карту жены. Вы же женаты. Все бабки туда уходят. Пока вас не узнали, мы хотели, просто задались вопросом, вы что, с Африки? Да. Вам уже что, типа настолько там? Типа здесь холодно. Не, на самом деле, я просто сделал прививку, ну, вакцину. Побочка такая, типа, идет. Просто снабит очень сильно. Да ладно. Как вы к этому относитесь вообще, к прививке? Отрицательно снимаете, да, да. Не будете делать ее, да? Нет. Антитела, что-то такое есть? Не задавали, но... Просто у меня вот антитела, я поэтому не показываю. Антитела? Куртку снимать будете? Не-не-не. Это просто скрытая реклама магазина пуховиков. Моя мама... Кстати, хороший способ похудеть. Вот так прийти в пуховике. Пот не интересует? Можем выжать вам литр где-то. Мы нашли человека, еще одного, который в одежде. Тебе что-же холодно сегодня? Да, конечно. Для Скалининграда. А, тоже понаехал, блин. Понаехал сначала с Апатит вообще. Где работаешь? Делаю ставки, играю в покер. Много выиграл? Миллиона-полтора, точно. Ты серьезно не шутишь? Нет. Да, на ютубе сделал свой канал, вот, сейчас скоро будет шоу. Про ставки с ним? Про покер. Мы решили поменять название проекта, потому что многие говорят, что Гури Степа немного не дает нам расшириться, как бы масштабироваться. Как бы ты назвал наш проект? Ну, я назывался Афара. Давай мы заберем это название. Давай мы будем... Афара-2. А ты будешь Афара и нижнее подчеркивание такой. Давай мы называемся Окей Апатит. Нет, там есть много известных от Апатит. Диджей Грув, ведущий этот, который Андрей... Ургант? Не Ургант, другой. Ноги. Андрей Ноги. А, Малышева? Не Малышев, Андрей. Масляков Андрей. Не тот. Скандальная где-то баба была, которую изнасиловали. Андрей Шургин? Малахов. Он оттуда из Апатит. Да. Мы помогаем юным блогерам. На ютубе Анижнее подчеркивание Фара. Там я рассказываю о себе. Покерное шоу. Если я посмотрю твой блог, я стану богаче. Но я в покере вообще вот не разбираюсь. Но если в покере не разбираюсь, то вряд ли ты можешь стать чуть-чуть беднее. Давайте я встану. Давайте мы встанем. Как зовут? Арина. Очень классно выглядишь? Спасибо. Я всем так говорю на самом деле. Я в Китае жила пару лет. Полгода я жила в Италии. Каким ты работаешь? Я журналист. Снимаешь свой тоже какой-то проект? Кулинарное шоу это будет. Давай мы будем первыми гостями у вас. Ну если вы меня не вырежете, и я буду красивой. Как можно тебя вырежать? Скажи честно, как тебя можно вырезать? Ну вот так вот точно вот оставим. Вот так вот. Давай попробуем тебе найти нормального, достойного мужика. Слушай, я была на реалити-шоу «Холостяк», не получилось даже там. Я была самая хайповая участница за 7 сезонов. Я единственная вообще среди всех участниц, которые выгнали не на церемонии РОС. Просто выгнали, потому что я была такая стерва конченная. Дралась с кем-то из девчонок там? Нет, я не дралась. Давай я тебе дам просто. Получается, ты мастер по хайпу? Раздеться хоть на тебя посмотреть, что ли. Теперь ты должна так же сделать. У вас какой вообще этот контент? 18 плюс? Мы можем поставить 18 плюс. Нет, другой раз. Ребята, как сказала Бузова, живите здесь и сейчас, кайфуйте. Жизнь одна. Все? Что, плохо? На Бузовой закончили, получается. Ольга Бузова супер. Мы экстренно прерываем наш выпуск. Ну уж извините, реально жарко, невыносимо. Просто надо немножко охладиться хотя бы какими-то холодными напитками. И мы пришли в самое ближайшее место в Зеленоградске. Нашли кафе. Такое зеленое, классное, прямо на песке находится. Заведение называется «Лайм». Появилось оно здесь совсем недавно. Что здесь люди могут купить? Как минимум они могут купить такие прекрасные коктейли. Например, на детке коктейли продаются в стаканчиках 0,2. Стоят 300 рублей. Вот у нас, например, лимонад стоит 245 рублей. А если придете с микрофоном и камерой, вообще бесплатно будет? Панини, хот-доги, фритюрные блюда разные. Мы сыграем небольшую такую игру. Ну, приходят разные посетители, согласись. Жарко, немножко там ударило в голову. И вот представь, что они взяли менюшку и вот так вот, короче, перевернули ее. Вы должны все равно догадаться, о чем он просит. Атихом. Мохито. Хот-дог. Ну да, конечно, мне кажется, так, в принципе, многие говорят. Цирпш лорипа. Швепс лорипа. Апироль. Цирпш. А, шприц. Апироль шприц, да. Адалог анип. Пинаколада. Пинаколада, грозавщик. Был такой случай, когда подходит какая-то девушка, говорит, можно, пожалуйста, секс на пляже? Вы приносите коктейль, она говорит, я имела в виду не коктейль. А мы в этом так бармен уже, да. Там просто есть голубая лагуна, коктейль. Мы сделаем коктейль, который называется красный пуховик. Так, давай, лед, лед. Красный пуховик, давай красный сироп. Мы добавим немного пота. То, что было, в принципе, под пуховиком, в целом, это песочек. Так, ну и что-то, наверное, остренькое надо добавить. Все-таки мы, типа, острый репортаж ведем. Перчика добавим. Немного ты добавил. Авторский коктейль, который называется красный пуховик. За вас, ребят. Как классно во рту сейчас. Приходите сюда, обязательно в это кафе, лайм, зеленоградский. И пробуйте наш фирменный коктейль красный пуховик. Мы находимся в самом центре Зеленоградска. Это самый центр пляжа. Два променады встречаются, городской и морской, соответственно. Гагарина 2В, спуск к морю. На самом пляже мы находимся. Здесь такой прекрасный вид. Море, чайки, ну, люди. Так себе, конечно. Ну, в общем. Как вы лето проводите? Здесь. Самое логичное интервью будет. Она каждое утро по воскресеньям проводит тут йогу. Можно просить музычку, если вам не сложно? Очень наглый корреспондент такой. А можно, пожалуйста, попить дать нам, поесть? Да, попейте. Пиво будет? Нормально? Мне кажется, за рулем, блин. Да, но уже поздно. Это вы так заманиваете на йогу всех, типа? Женщине очень важно иметь эластичную поясницу. Ну, знаете, прогиб там все дела. Профессиональная кошечка, йога. Спинку прогнули, жопку вверх, плечи наверх, поясницу прогнули. Спинку так, хоп, округляем. Оп, это выдох. Теперь вниз, вот так. Прекрасно. Так, а еще какие-то упражнения? Ножки нужно уметь разгибать, чтобы... Северного полюса. А? Северного полюса. Нет. Нет, а я смотрю в шубе, я думаю, земля, поэтому и подошел. Да мы же заполярье, е-мое. Не хотите на йогу? На йогу? Нет, на йогу нет, я завтра улетаю. Кошечку сделаем с вами? Кошечку нет, кошечку не будем делать, просто сфотографируемся на память. Давайте кошечку сделаем. Это кошечку, в смысле ты, вот это называется кошечка? Во! Это, 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 я, что должен, нет, ты должен ко мне, или я к тебе, или что? Не-не-не, мы не такие кошечки. Мы не такие кошечки. Надо как-то женщину поставить сюда, девушку. Меня Руслан зовут? Руслан, да. Меня Алексей. Алексей. Почти тезки, кстати. Да, конечно, ты что. Кошечку делайте, каждый день кошечку. Ну, буду, конечно, вот сейчас пойду и... Это уже не кошечка, это уже собачка была. Это собачка была? Да, да. Может, бананчик? Бананчик? Да. Да, давай. Она всех кормит бананами. Мы вообще приехали на праздник. День рыбака сегодня. По традиции, на день рыбака же бананы раздают. Да, именно бананы. Чего без мужиков сидите? Работают все. Работают? Да, зарабатывают нам, чтобы мы ездили. Идеальная схема? Да, да, мы отдыхаем. На самом деле, я понял, вы работаете вожатыми в школьном лагере. Там обычно наполнник давали, бананы постоянно. Вот это еще пакет с йогуртами. Нам подсказали, что мы так можем похудеть, кстати, неплохо. Мне кажется, вы в хорошей форме, Руслан. Спасибо, мам. Вам не нужно худеть. Вы дарите нам радость. Спасибо за это. Вы смотрите? А, вы все это время... Мы подписаны, мы смотрим. Если бы вы меня не узнали бы, банан вы мне не предложили бы. Мужики по-любому же подкатывали. Вы же красивые дамы. Сидите здесь одни. Издалека же не видно невооруженным глазом, что вы там замуж. Что вы красивые, да? Что вы замужем. Как приходится отбиваться от них? Мы не отбиваемся. Мы говорим, здрасте, здрасте. Давайте отдохнем. Честно, поглядываете же все равно на мужчин? Мы иногда и на женщин поглядываем, не только на мужчин. Ну, сколько вы сами себя оцените по десятибалльной шкале? Ну, это знаете, что вы? Провокация? Да, да. Вопрос такой вот. Девять с половиной. Ну, нет. Это много. Нет, если учитывать растяжки, нет. Девять это много. На семь. Семерочка? Да. А бывают мужики, которые прям, ну, лучше, чем муж в вашем мире? Ну, бывают. Я задам тебе три вопроса про тебя. Потом задают эти три вопроса про нее тебе. Если ты отвечаешь на все вопросы правильно, то я вам 500 рублей кидаю на карту. Давайте. День, когда вы познакомились? Когда начали встречаться? 23 февраля. Твоя любимая музыкальная группа? Моргенштерн. Как звали твоего бывшего? Ваня. На кону пятихаточкой. Играем честно, абсолютно, группу просто азарта ради. Так, когда начали встречаться? 23 февраля. Как звали ее бывшего? Какого именно? Последний бывший парень для тебя. Ваня. Любимая музыкальная группа? Группа? Ну, певец, исполнитель. Пятихаточка. Не подсказать, да. Три, два, один. Дава. Блин. Моргенштерн. А что, в натуре? Дадим вам второй шанс. Имя твоей бывшей? Карина. Твой рост? 179. Любимая марка машина? Давай. БМВ. Давай, начнем с первого. Любимая марка машины? БМВ. Имя бывшей? Карина. Молодец. Зачем вы это помните? Рост Глеба. Один, семь. У меня между. Правильно, правильно. Восемь либо девять. Вот надо попасть. Мы на пустом месте создали интригу какого-то реалити-шоу. Просто сейчас все переживают. Типа, отправляйте смс голосования. 179. Так. А кому будем проводить? А, тебе? Ты же угадала, ты молодец. У Глеба отнимаем пятихатку. Что не угадал? У нас отпуск, мы отдыхаем. А где вы работаете? Я на автобусе работаю. Просто стоите на нем, типа, там. Ну, типа, это вы со мной ездите, а я вас вожу. Бесит пассажиры наши. Последний раз, когда тебя сбесил пассажир? Баба, которая вечно вечером заходит и говорит, включи кондиционер. И на улице время 10 часов вечера. Опишите состояние автобусов с цензурным словом. Мягко говорят. Ведролет. У вас есть что-нибудь там под курткой? Это мы в конце выпуска покажем. Вы откуда прилетели? Мы из Твери. А в Калининградской области оказывается постановление губернатора, что детям нельзя даже продать туалетную бумагу без взрослого. Ну, это ненормально. Это же дети, их не жалко вообще. А вы в курсе, что по правилам вообще в Калининграде надо на пляже тоже маски надевать? Покажите мне хоть одного человека. А это все туристы. Либо в маске, либо в пуховике. Это два варианта. Снимай. Снимай, я одену тоже. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Одевайтесь теплее. Одевайтесь теплее. Можно даже вот так делать, чтобы не замерзать. Ну, если что, ну, не потерять. Сила. Можно с вами немножко пообщаться? Да, здравствуйте. У меня тоже есть свой микрофон. Ты одна почему-то отдыхаешь? Почему ты одна? Я не одна. Тут же, смотри, тут же очень много мужиков, вот эти вот альфа-самцов. Мой альфа-самец. Копается он там в говне в каком-то. Видите его? Это он. А если на него сейчас девчонки будут заглядываться, ты ревнуешь вообще? Нет, я не ревную. Он копается в говне. Всем нравится. Все, кто копается в говне. Девочкам же нравятся плохие мальчики. Да. Подождите. Ты только сейчас решила проверить? У меня там как будто бы что-то вторчало. Как ты себя оцениваешь по сексуальности на пляже? У меня же еще на попке там набит татуировка. У меня огонек на попке. Ты в курсе, что твой микрофон не работает? Мой работает. Как сделать смешнее проект? Как можно было просто ускорить на шоке? О, мы захватим ваш пляж. Если вы не поставите лайк, не подпишитесь, то мы заберем все у вашей семьи. Можно тебя погонять по знаниям? Третья буква с конца в алфавите русского языка. Ша или ща? Е-э-э-цэ. А число? Последнее число с конца? Последнее число с конца? Которое существует в мире. Я очень тупая получается. Что такое тычинка и пястик? Только держись, не смейся, как в седьмом классе. Я до сих пор смеюсь. Ну это вот... Ну покажи. Да, вот, все правильно. Ты сейчас тикток снимаешь? Да. Знаешь, что еще на пляже часто люди делают? Они еще часто фоткаются. Ты можешь подсказать какую-нибудь идеальную фотку? Какую-нибудь позу? И волосы, волосы, волосы. Подожди, поправь волосы свои. Мех поправь. Только это видео получается. Что это за звук? Что это за звук сейчас? Дамы, добрый день. У вас случайно нету шарфика? Просто немножко горло продуло. Шарфика нет? Горло продуло просто не надо. Нет. Все, не мерзните только, ладно? Добрый день. Администрация пляжа. Почему так легко одеты? Шарфа очень. Ну, как-то куртки дома забыли. Может, вы свою дайте? Шарфики хотя бы взяли с собой? Конечно. Мороженые шарфики. Администрация пляжа Пионерского. Вы в курсе, что вообще-то холодно? Нет. С собой что-то взяли? Шарфик? Что-то мы просто переживаем. Нормально все. С собой есть шарфик, куртка что-нибудь? Если вдруг холодно, сразу накинуть, да? Конечно. Все, смотрите. А то потом прививки эти делать нафиг. Вот у меня уже ангина. Все, я, видите, сразу накинулся. Понятно. Потом кто вас лечить будет? Мы потом будем бегать за вами лечить. Все, не раздевайтесь. Так вот нормально, хорошо? Мы привиты. Привиты, да? Да. Все, тогда раздевайтесь только полностью. Либо полностью голыми, либо полностью одетыми. В смысле голыми? Ну, это вот когда вообще нет ничего вообще. А, с херами. Давай, я тебя раздеваю. Олесь, подержи. Что у тебя там? Это вы сейчас волосы у меня отрываете. Ты спотел, ты истец, блядь. Давайте, раздеваемся полностью, да? Давай купаться, коры в шубе ходить. А как его, блядь? Не, чтобы было слышно. Он работает, он работает, горит. Писка какая-то прям. Ну, там от ведущего зависит. Давай штаны снимать. Ого. Перчики. Я бы на вашем месте прям в одежде бы заметил. Было бы эффектно на ютубе. Давай вперед. Конкретный. Вот так вот. Четкий мужик, молодец. Раз-раз Уважаемые граждане отдыхающие Подписывайтесь на канал ОК и Гуриск Ставьте лайки, репостите Пальцы вверх Хорошего отдыха Пионерский топ Субтитры сделал DimaTorzok